Здарова! В этом ролике я вам расскажу, как вы можете повысить FPS с помощью Nvidia Image Scaling. Вышла эта технология не так-то и давно, с последними драйверами. На старте она работает не так-то хорошо, как хотелось бы, по крайней мере для мониторов 2К. 4К и Full HD вроде как проблем нет. Давайте быстренько расскажу о Nvidia Image Scaling. Для нас обычных работях это то же самое, что и FidelityFX от AMD. Только FidelityFX работает не во всех играх, а в тех, в которые внедрили данную технологию сами разработчики. А вот использовать Nvidia Image Scaling можно в абсолютно любой игре. По сути это то же самое, что и DLSS, только уже бомж-версия для всех. Так что же такое масштабирование изображения и как оно может повысить FPS? Допустим у вас монитор 1920х1080 и в какой-нибудь игрушке выдаёт 60 FPS. Если вы понизите в самой игре разрешение до 1280х720, картинка будет мыльная, пиксельная, но FPS прибавится почти в 2 раза. Конечно же это зависит от игры и её оптимизации. Так вот, Nvidia Image Scaling делает так, что при изменении в разрешении вы практически не теряете в качестве картинки. То есть, условно у вас те же 1920х1080, только уже с большим FPS. Особенно крутая эта технология для тех ребят, у которых монитор 4К. Теперь перейдём к самой проблеме, которая возможно пофиксится с последующими обновлениями. Сразу скажу, возможно это я туплю, как-то неправильно их понял, но я перепробовал все варианты, которые мне известны. Если кто-то шарит, можете написать в комментариях. Как нам пишут сами разработчики из Nvidia, когда вы включаете масштабирование изображения, драйвер генерирует 5 дополнительных разрешений масштабирования, на основе вашего собственного разрешения монитора, который вы можете выбрать в меню настроек игры для использования с Nvidia Image Scaling. Вроде как всё логично и проще не придумать. Но у меня разрешение 2560х1440, что нам собственно говорит об этом сама винда, так ещё и монитор. При включении масштабирования изображения, Nvidia думает, что у меня монитор 4К и понижает его до моего реального разрешения. То есть получается, грубо говоря, одно и то же. А что нам до этого описали? Генерирует 5 дополнительных разрешений масштабирования. Вот вам эти разрешения, которые предлагает мне Nvidia. Обратите внимание, что я могу понизить разрешение только с 4К. То есть моего реального разрешения 2560х1440 понизить условно до 1280х720, что было бы гораздо интереснее потестировать, нельзя. И вообще, с чего Nvidia взяли, что у меня 4К монитор? Вы можете сказать, всё правильно, так и должно быть. Окей, давайте зайдём в GeForce Experience. Галочку на масштабирование изображения я ещё не поставил. И в таком случае Nvidia мне предлагает рендеринг разрешений, вполне логичный. 2176х1224, либо то, что я и хотел, 1280х720. Хорошо, давайте включим. А вот уже в таком случае всё возвращается на круги своя. 85% у нас превратились в 3264х1836, а 50% в 1920х1080. Выходит так, что при включении этого параметра я наоборот сделаю хуже в плане картинки и FPS. Я думаю, хорошо, а дай-ка я сделаю масштабирование изображения не как глобальные настройки, а чисто для определённой игры. В принципе, нам пишут то же самое и разработчики. Вы можете установить глобальные настройки резкости для всех ваших игр сразу, или управлять настройкой для каждой игры на вкладке «Настройки программы», раздела управления настройками 3D. Так и делаем. Переходим на программные настройки, выбираем нашу игру, а масштабирование изображения не работает. Можно его изменять только на глобальных настройках. Либо же включить его на глобальных настройках, а потом уже для определённой игры изменить резкость. Короче, как-то странно всё это работает. Вот, собственно, в этом и кроется сама проблема. Скорее всего, в будущем это пофиксит. Но тут такой вопрос. Надо ли оно? Но у нас есть FidelityFX, который работает отлично. Да, ещё не во всех играх, но новинки, которые выходят, вроде как поддержка есть. Короче, так как я сам не тестировал эту технологию, своё мнение об этом высказать не могу. Я рассказываю то, что прочитал, и показываю тесты, которые видел на ютубе. Давайте уже перейдём к установке и настройке. Для тех, кто захочет узнать более подробно об этой технологии, ссылка в описании. Первое, что нам нужно сделать, это обновить драйвера вашей видеокарты. Заходим на сайт nvidia.ru, драйверы, выставляем нашу конфигурацию и загружаем. Либо же ещё проще, через GeForce Experience. После этого нажимаем ПКМ на рабочем столе и выбираем панель управления NVIDIA. Переходим на управление параметрами 3D, находим масштабирование изображения, ставим галочку на включить, а увеличение резкости выставляем в зависимости от вашего монитора. Ну и галочку на overlay индикатор. Если всё правильно сделали, слева вверху экрана у вас появится значок NIS. Зелёный цвет, это значит, что работает масштабирование и резкость, а синий цвет, то что работает только резкость. Это касается полных глобальных настроек. То есть картинка на рабочем столе у вас тоже изменится. Теперь же проверьте на вашей системе, можете ли вы сделать масштабирование изображения чисто для определённой игры. Выбираем игру, в которой хотите проверить, и если масштабирование изображения светится серым цветом, значит настроить для отдельной игры нельзя. Переходим на изменение разрешения, и в самом верху у нас будет вкладка масштабирования разрешения. Теперь же мы можем выбрать в процентах то разрешение, которое нам интересно. Допустим, 50% это у нас производительность, 67% баланс и 85% это ультра. А вот уже через GeForce Experience можем настроить масштабирование для отдельной игры. Открываем GeForce Experience, переходим на настройки, вкладка общая, ставим галочку на включить экспериментальные функции и делаем перезагрузку вашего ПК. Теперь мы опускаемся вниз и находим масштабирование изображения. Ставим галочку на включить и на разрешение рендеринга выбираем процент масштабирования. Чуть ниже можем увеличить резкость. Переходим на вкладку главное, на любую из ваших игр нажимаем подробней, справа рядом с оптимизировать нажимаем на ключ. И здесь уже можем для отдельной игры изменить разрешение, резкость и так далее. Давайте подытожим. Я не в курсе, это у меня так работает или так и должно быть. То, что масштабирование изображения применяется и на рабочий стол. Типа камон, я хочу масштабирование применять для отдельной игры, но у меня работает совсем не так. Как будет у вас, я хз. Напишите обязательно в комментариях, мне лично интересно почитать. По крайней мере сейчас, лично в моем случае, мне кажется Nvidia Image Scaling по большей части бестолковое. Я не буду его включать, потому что оно работает везде. А сидеть в браузере с резкостью и масштабированием, вы меня простите, но это говно. Подождем новые драйвера, а там уже и посмотрим. Как говорится, до скорых встреч.